ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКЕ Ну, вы знаете, многие родители уже твердо убеждены о том, что необходимость изучать языки, это все-таки первое, это возможность уже куда-то пробиться в жизни дальше. Это, ну, в общем, языки открывают путь для ребенка. Одним словом, все равно уже обращается больше людей, да, таких, которые не изучают, уже нет. А по поводу вот популярности языков, какие языки на сегодняшний день изучают, потому что некоторые начинают уже споры, там, китайские, японские, английские и так далее. Какой больше в топе, скажем так, в Николаеве? Ну, у нас сейчас максимально люди нацелены на то, чтобы изучать английский язык, это первый. Дальше подходят немецкий, французский, ну и дальше по тому, как человек предрасположен, для чего ему нужен язык вообще в жизни. А если говорить вообще о детках, какой возраст оптимальнее всего, чтобы родители понимали, что стоит ребенка уже привести на курсы, или это можно как-то понять по ребенку? Ну, смотрите, есть две теории о том, во сколько лет отдавать ребеночка на обучение языку какого-нибудь. То есть, первое, это с самого рождения, с самого маленького, маленького возраста, когда ребенок только родился, когда он изучает свой язык, параллельно еще с каким-то свой родным. То есть, вот так, вместе с материнским, скажем так, словом он еще слышит и слово «репетитор». Конечно, нет, не репетитор, ну, скорее всего, репетитором является мама. А, мама, она мама тоже. Да, если в семье так ребенку посчастливилось, или удача такая сошла, сошлись звезды, и ребенок имеет, допустим, родителя одного из англоязычного, например, или другого языка, допустим, или бабушка, или тетя, или дядя разговаривает. Особых знаний и не нужно еще на этом стартовом этапе, то есть, это простые слова, которые мы все изучали в школе, то есть, родители при желании могут просто произносить эти слова. Ну, смотрите, тут тоже есть свои нюансы. Да, желательно быть носителем языка. Для того, чтобы прививать второй язык ребенку, желательно быть непосредственно, каждый день, каждую минуту, каждую секунду, сталкиваться ребенку с этим языком, поэтому включаться вот в такой вот жизненный разговор. По поводу второй теории, когда лучше всего, не с рождения, если то, в каком возрасте? Ну, вообще, самый такой возраст, еще оптимальный для изучения, это 7 лет. Но преимущество раннего изучения языка в том, что детки очень много запоминают сразу. Вот так получается, как за чистую монету. Берут и все запоминают. А если уже 7-летний возраст, то уже немножечко, если, допустим, в 4 годика ребенок запомнит 10 слов за урок или больше, то в 7 уже это сложнее. Потому что там и уроки, и отпечаток, и школы, и все. И желание уже больше погулять. Но вот все-таки с такими маленькими детками, их же нужно мотивировать это учить или как-то в форме игры, или, я не знаю, еще как-то преподнести. Потому что ты же его не посадишь, как взрослого уже ребенка, либо человека, и вот надо выучить. Мы говорим за малышей, правильно? Да, самых малых, маленьких. Те, которые не 7-летки, а еще совсем-сам-сам. Да, а вот еще дошкольники. Да, сейчас созданы условия для ребенка, который маленький, для того, чтобы максимально интересно провести занятия. Есть игры, есть всевозможные песни, стишки. Ребенок ни в коем случае не сидит и не смотрит в учебник, и не запоминает ничего. Не пишет карточки, методики, то есть малышей можно привлекать к изучению языка. Это карточки Бебенштейн, смотришь карточку, изучаешь слово какое-то там, потом оно в жизни пригождается. Или же, допустим, игровые моменты. Сидеть с такими детьми невозможно, нужно менять обязательно, постоянно видеть. Сколько оптимальное время для одного урока, для одного, скажем так, изучения языка в день? Сколько вы занимаетесь? Ну, смотрите, если мы не говорим про репетитора, идеальная среда это домашняя, то может весь день длиться, просто с перерывами. Если мы говорим про урок конкретный, академический час, то 15 минут это достаточно для того, чтобы ребеночек что-то воспринимал. Потом нужно сменить вид деятельности, но такой же обучающий. И опять, и опять... Вот таких блоков по 15, это на 45 минут мы натягиваем, набираем. Ну, можно даже на 60. Дети не устают от такой деятельности, они наоборот играют, 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 тут пора домой. Как домой? Уже все, да? Уже домой, почему конец? Если мы говорим о естественной среде, потому что все равно большая проблема в том, что это работа, например, с репетитором, и ребенок со временем понимает и приучается к тому, что это все-таки изучение. Если берем естественную среду, то есть домашняя, с родителями, как здесь родителям быть, если они не являются носителем того или иного языка, но знают его из школы, из института, что им использовать? Какие вот методические моменты? Ну, смотрите, для родителей первое, это надо хотя бы самому полюбить, для того, чтобы привить любовь ребенку. Второе, надо сделать урок максимально интересным, чтобы ребенок не сказал, ну, мама, насколько меня можно мутить, давайте же что-то другое. Третье, урок должен быть динамичный и построен на ярком, красочном что-то, чтобы ребенок каждое утро говорил, мама, когда мы уже начнем нашу игру? Это должна быть игра. То есть ни в коем случае, ну, как бы дети, они любят новую информацию, но запоминают лучше, когда она какую-то старую, наращивается, ну, так вот, как снежный кол. Общаться с ребенком, я думаю, тоже будет, наверное, оптимальным моментом, да, когда вот в ходе дня там не выделять там прям-таки конкретно урок, а просто общаться в каких-то моментах, чисто обращаясь на английском. Тоже это вариант или нет? Это, конечно, вариант, без вопросов. Но дело в том, что, чтобы ребеночка приучить к какому-то времени, это нужно постоянно вот в одно и то же время садиться, например, и заниматься с ним каким-то уроком. То есть в любом случае должен быть график? Ну, да, и желательно придерживаться графика. Можно, конечно, и просто так, ну, как бы, когда получится, но это не будет систематично, оно не будет вот этого момента, я жду, вот когда. А по поводу еще изучения вот на основе фильма, мультфильмов, как здесь быть, то есть родную речь, да, материнскую речь, скажем так, родной язык мы воспринимаем еще с самого детства, и, соответственно, мультфильмы, фильмы и так далее, мы уже воспринимаем это как должное. Но как быть с иностранным языком? Если ребенок не обладает еще определенным базисом, там, словаря, да, грамматики и так далее, будет ли ему интересно этот мультфильм смотреть и есть ли польза с этого? Ну, тут смотря уже, как ребенок расположен к этому. Бывает, ребенок смотрит мультик на любом языке, хоть китайский, сидит и смотрит этот мультик. Но есть ли с этого языковая польза? Да, а бывает так, что смотрит конкретно уже, ну, если ребенок раньше познакомился с языком, ему по-любому легче. Вот, а если уже просто посадили ребенка, который не встречался с языком перед английским мультиком, скорее всего, в 4, 5, 6, 7 лет он скажет, что это такое, берите. Вот, потому что он ничего не понимает. У меня уже такое было, как бы мы смотрели Пеппу Пик, допустим. Это такой мультик сейчас, там хороший британский акцент, все. Вот, и ребята, которые не знакомы были с языком, говорят, непонятно, что это. Смысл смотреть, да? Да, да, смысл смотреть, выключайте. Не подходит, там картинку какую-то мы уже смотрели по-русски. Если вот использовать какие-то, возможно, ну, это уже, опять-таки, наверное, только с 7 лет, когда ребенок нормально уже будет знать свой язык, титры, субтитры, насколько эффективна эта работа? Потому что глаза бегают и на субтитры, иногда забываешь их читать, просто смотришь, зная по себе. Как ребенок это все воспринимает? Успевает ли он? Есть ли это в практике? Если ребенок, опять же, познакомился с этой средой, получается, что ему с каждым разом все интереснее и интереснее становится. На своем опыте мы с ребятами сначала изучали слова, потом предложения, потом это все вместе компоновали, потом мы сейчас дошли до того, что мы переводим песни, уже их изучаем, уже поем. Такой результат, возможно, за какой период времени? Ну, это смотря по-разному, это смотря, какой ребенок, и когда он познакомился. Ну, в среднем, вот если, например, ребенка привели к вам в 4 года, да, то до 7 лет он уже сможет? К 5, к 5,5, он уже будет интересоваться. Где же мои года? Да, знаете, у нас даже дети в 4,5 года уже бегло читать на английском. Круто. Представляете? То есть это самое оптимальное, и действительно, вот эти факты подтверждают то, что не стоит бояться все-таки ребенка отдавать на курсы в дошкольном возрасте, потому что потом в школе, наоборот, будет только легче. Тем раньше, тем лучше, потому что в 7 лет, когда на ребенка действует психологическая ситуация школы, домашние задания, кружки, секции, все, у него как бы рассеянное немножко внимание, он уже о чем-то думает и не может полностью сосредоточиться. Это сконцентрироваться на чем-то. Да, и поэтому, а если ему еще что-то иностранное, то он как бы слушает, слушает. То есть внутренний блок защита будет тогда работать, да, чтобы поменьше информации. Тут главное хорошую мотивацию и поощрение. Ты молодец, у тебя все получится, ты супер. Ну, как бы так. Ну, и, конечно же, родители можно поощрять не только словами, но и еще и хорошими подарками. Так что вот так. Ну, одним словом, выяснили стопроцентно, что вы, родители, при желании можете прививать своему ребенку желание к иностранному языку, а если сами не знаете, обращайтесь к специалистам, к такому специалисту, как наши сегодняшние гости. Ивана Злобина, руководитель детского центра развития «Развивашка». Спасибо большое вам за то, что сегодня вместе с нами встречаете утро.